Всем привет! Меня зовут Авами Лиса и совсем недавно я вернулась из магазина, где я скупила, наверное, всю коллекцию Шанель. Косметики Шанель. Я хочу вести новую рубрику на мой канал, где я буду рассказывать вам реально мое мнение о косметике. В эту рубрику будут входить масс-маркет, люкс, супер-люкс, профессиональная и даже фановая косметика, типа косметика из Ашана. Поэтому обязательно напишите в комментарии, какую косметику вы хотите увидеть в следующем моем видео из этой рубрики. Если вы впервые на моем канале и еще не подписаны, то обязательно подпишитесь, тык, и включите в себе уведомления о публикациях, чтобы в дальнейшем ничего не пропустить. И, конечно же, подпишитесь на мой инстаграм, ссылка на него будет в описании. А мы приступаем. Самое первое, что я буду сейчас наносить на мое лицо, это база под макияж Le Blanc de Chanel. Это база белого цвета, как вы можете видеть. На самом деле, несмотря на то, что это база белого цвета, она всего лишь легко-легко подсвечивается на нашем лице и полностью сравнивается с его основным тоном. Вы знаете, она очень приятно пахнет. Она пахнет каким-то персиком, то есть она пахнет персиковым соком, каким-то персиковыми духами, чем-то вот таким вот. Хотя, если честно, если вы не любите персики, то этот запах вам максимально не понравится. База, по моим ощущениям, на лице совершенно не чувствуется, то есть ее реально как будто нет. Я подожду буквально 2 минуты, и после этого я буду уже пробовать наносить тональный крем. Давайте для начала посмотрим упаковочку. Упаковочка выглядит вот таким вот образом. Если из нее достать тональный крем, мы будем видеть очень маленького объема вот такой вот тональничек. Здесь 30 мл. Относительно его качеств, он обещает нам естественное свечение нашего лица, здоровый блеск, и он обещает нам защиту SPF 30. Для начала я нанесу его себе на ладонь. Сходу могу сказать, что с цветом действительно меня консультантка не обманула. Касаемо расхода, расход какой-то совершенно бешеный. Вы видели, сколько я положила средства себе на руку, сколько перенесла, и этого не хватает мне даже для того, чтобы разукрасить одну единственную часть в сторону моего лица. Очень неэкономично. Сейчас попробую нанести средство непосредственно на лицо и с него уже растушевать, а не с руки, как я привыкла. Да, средство распределяется довольно-таки уныло, это я вам сразу могу сказать. Как вы видите, у меня вот здесь выскочило какое-то пятно. Я думаю, вы видите, это аллергическая реакция, ничего серьезного. Но смысл в том, что тональный крем его вообще никак не перекрыл. То есть это получается у нас такой тональник, тональник для обладателей идеальной кожи лица. Так, что я могу вам сказать? Если честно, то видно, все-таки вблизи реально видно, что тональник у нас на лице имеется. Причем лежит он не как производитель заявляет, естественным свечением, а реально таким жирноватым блеском. То есть на самом деле вживую, вот глядя в зеркало, я понимаю, что да, если бы я прошла мимо этой девушки, я бы определенно увидела, что в тональнике она ни фигово так искупалась. Вот так выглядят тени, которые я буду сегодня использовать. Здесь имеется пять оттенков, четыре из них это совершенно универсальные, как вы видите, это совершенно нюдовая гамма, от светлых к темным и изумрудный оттенок. Я буду делать сначала легкий макияж, потом из этого легкого макияжа постараюсь сделать что-то более уникальное. Для того, чтобы их наносить, мне консультант посоветовал наносить их плоской кистью и довольно-таки сильным слоем. Косметику класса люкс нужно прям многослойным образом укладывать себе на лицо, в противном случае вы рискуете сделать так, что у вас никакого эффекта видеомого не будет. Так, ну тени совершенно не осыпаются, несмотря на то, что я прям зачерпнула нормально так, и у меня на реснице вон что-то есть. В складке я уже прям сейчас вижу, что забивается. Эта косметика больше нацелена на возрастную аудиторию, странно, что она забивается мне в веку уже прямо сейчас. Хм, интересно. Так, я нанесла тени. Несмотря на то, что я в самом начале их немножко захейтила, хочу сказать вам, что выглядит это очень здорово. Теперь я буду прорисовывать вкладку верхнего века. Тут как раз для этого имеется вот такой вот бежевенький оттенок, и для этого я воспользуюсь мягкой кисточкой. Тень наносится хорошо, не пылят, мне это определенно нравится. Очень классно растушевываются, и при этом выглядят максимально естественно, то есть я действительно довольна. Так, теперь я буду продолжать рисовать контуринг этими тенями, заодно интересно, что получится. Можно ли их использовать еще как контурирующую палетку, или все-таки нет. Далаем поуже немножко нос. Ну, я вам честно хочу сказать, что это даже очень неплохая идея была. В принципе, получилось весьма естественно, никаких блестящих теней нет. На моем носу, например, выглядит очень даже найс, почему бы, собственно, и не делать этого впредь. Классно, мне понравилось. Теперь я хочу взять более темные тени, как видите, здесь они уже такие бордовенькие, и прям нанести их в уголок глаза, чтобы немного усилить нашу глубину цвета. Кстати, они внезапно оказались очень пигментированные, так что хорошо, что я очень-очень легонько прикоснула к моему веку. И пройдусь по нижнему веку. Осталось еще одно испытание стрелкой. Смогут ли эти тени нарисовать нам стрелки? Сейчас посмотрим. Вы же наверняка слышали про приложение Like. Это то самое приложение, где можно делать креативные видео с движениями. И накладывает на них всевозможные крутые эффекты и музыку. А также находить себе друзей и весело проводить время. Сейчас в Like стартует челлендж Егор Крид Челлендж, в котором участвуют многие звезды и, само собой, я. Будет разыгран приз в 1 миллион рублей. Качай приложение Like App, снимай видео под песню Gucci, участвуй в конкурсе и делись им в своих соцсетях с хэштегом Егор Крид Челлендж. Все подробности будут в описании. Кстати, я лайкаю в лайке моих подписчиков, поэтому скачивайте приложение, добавляйтесь ко мне и буду вас лайкать. Возьму скотч, налиплю его и постараюсь сделать прям, знаете, такие широкие, большие, ух, размашистые стрелки сейчас. Так, теперь, конечно же, чтобы вот это вот все великолепие полностью подчеркнуло, нужно взять тушь. Тушь была вот в такой вот черненькой упаковочке. Так это все выглядело при покупке. И вот так она выглядит. Мда. Интересно, эта тушь оправдает свою бешеную цену или все-таки нет? Не использовать керлер для того, чтобы ресницы сделать больше или носить так вот, как есть. Что думаете? Ах, да, это же не рубрика подписчики управляют моим макияжем, который, кстати, уже есть на моем канале. Вы меня там собирали на свидание. Ну ладно, буду красить вот так. В принципе, сразу же сказать, у меня ресницы неплохие, поэтому даже самая отстойная тушь будет ложиться неплохо. Так что, исходя из этого, я буду вам сейчас говорить, насколько она хороша или плоха, даже если вам будет казаться, что она смотрится супер. Я вам сейчас точно скажу, она хороша или плоха. Стоит отметить в первую очередь то, что, несмотря на то, что тушь совершенно новая, совершенно свежая, она не сильно комкит на моих глазах. Тушь хорошая, реально. Если у вас неплохие ресницы, вам понравятся. Реально понравятся, скорее всего, даже будете к ней возвращаться, потому что она неплоха. Да. Самое время наносить румяна. У меня такие румяна с бронзирующим эффектом. Их я и буду сейчас наносить именно как румяна такого формата. Да, это очень неплохие румяна, особенно в том случае, если вы захотите себе эффект такого чуть-чуть подзагорелого лица. Если вы хотите загара без загара и не хотите при этом ничем таким пользоваться. Есть вот такой вот карандашик. Кстати, в комплекте к нему шла также точилочка. Вот, это очень круто, то, что они дают точилку и карандаш. У самого карандаша, как вы видите, с одной стороны карандаш, с другой стороны щеточка. В принципе, стандартная комплектация. Сейчас посмотрим. Щеточка очень удобная, мягкая, в принципе, хорошо расчесывает. Я взяла карандаш более теплый, чем мои брови, потому что мне в последнее время так нравится делать. Вообще не спрашивайте, почему и зачем. Просто потому, что так делаю. Нет, нифига он не более рыжий, консультант меня обманул. По консистенции карандаш очень силиконистый. То есть, прям я чувствую воск в его составе, потому что он наносится на брови именно не как карандаш. То есть, не как что-то сухое, а как какая-то такая восковая текстура. В принципе, прикольно. Короче, этим карандашом у вас получится как форму нарисовать, так и просто подчеркнуть естественные ваши брови. То есть, он довольно-таки универсальный. Цвет передает совершенно изумительно. То есть, цвет очень яркий, и он прям моментально его отдает. Вам не придется делать 100 слоев карандаша для бровей на брови. Помада от Chanel. Вот так выглядит у меня помада блеск, которую я выбрала. Она красноватого цвета, и, естественно, я считаю, что это самое просто правильное, что можно было только придумать. Потому что Chanel без красной помады это не Chanel. Очень круто наносится. Вот, собственно, помада Chanel на губах. Наносилась она? Совершенно чудесно. На зубах она нифига не отпечатывается. Цвет очаровательный. Как вы видите, я не пользовалась никаким карандашом. И никакими поправлялками. То есть, я не использовала никакие корректоры для того, чтобы эту помаду как-то поправить нанеслась. Просто изумительно классно. И я думаю, она будет прям максимально хороша. Так что, вот такой вот мой скромный отзыв. Обязательно ставьте лайк. Обязательно подписывайтесь на мой канал. И не забывайте смотреть мои другие видео, мои другие плейлисты. И поддерживать меня своими спонсорскими подписками. Да. И всем спасибо за просмотр. И всем пока. Пока. Ну, в принципе, вы знаете, вот я сейчас смотрю на себя, и я прям вот вижу, что это такая кица получилась у меня. Спасибо.